Я, Ян Федор Михайлович, торжественно присягаю на верность своему отечеству, российской федерации. 39 атлетов отправились служить в Самарскую спортроту в этот призыв. Присягу на стадионе ЦСКА принимали в гордом одиночестве, без журналистов и вспышек фотокамер. Хотя не привыкли к вниманию средств массовой информации. Строю не просто спортсмены, а чемпионы Европы и мира. Теперь они будут не только служить Родине, но и выступать на соревнованиях, как на обычных, так и на армейских, в том числе и международных. Задача спортивных рот, первая задача, это дать возможность спортсменам, которые входят в состав сборных страны, в основной состав резервный, молодежный, юниорские составы, пройти срочную службу без максимального отрыва от своего тренировочного процесса. Спортивные роты по приказу президента Владимира Путина возродили в 2013 году. Кроме Самары, они есть в Санкт-Петербурге, Севастополе, в Балашихе и в деревне Ватутинки Московской области. Кандидатов отбирают эксперты спортивных федераций, согласовывают с Министерством спорта страны. Оттуда в списки на утверждение поступают к замминистра обороны. Кому повезло, отправляются служить не просто в армию, а в специальные роты. Большая честь для Самары. Сюда съехались лучшие спортсмены нашей страны. С руководством филиала были созданы все возможности, чтобы ребята здесь прошли курс молодого бойца, начальную военную подготовку. Также ознакомились и испытали наши спортивные объекты, чтобы на период прохождения курса молодого бойца они также не снижали уровень своих результатов. В российской армии в спецротах служат 400 спортсменов-профессионалов, в Самаре 80. После дембеля кто-то уходит завоевывать олимпийские медали уже на гражданке. Некоторые остаются служить дальше по контракту. Погоны не жмут, шутят они. Да и военная дисциплина с четким режимом дня – хорошие помощники в тренировках и на соревнованиях. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.